Действительно уникальная, эксклюзивная новость только 13 сентября и только в этом году у вас есть удивительная возможность увидеть во всех практически кинотеатрах нашей страны сольный концерт одного из выдающихся музыкантов современности, лидера легендарной группы Пин Флойд Дэвида Гилмора, гитариста. Сегодня у нас в гостях фанат группы Пин Флойд Игорь Михайленко. Игорь, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Ну вот расскажите о фильме-концерте, который будут показывать не только же в России, а мировая премьера. Изначально этот фильм связан с фильмом, который был снят Пин Флойдом в 1972 году. То есть они отыграли его в этом амфитеатре, то есть там вообще никого не было, они просто записали фильм. И этот фильм очень знаковый, и он очень ценится у фанатов Пин Флойд, и вот они все время мечтали повторить этот опыт. В 2015-2016 году состоялся тур Дэвида Гилмора «Рад Зетлок». И в этом туре нашлось место для помпеев, и 6-7 июля 2016 года они отыграли два концерта в этом амфитеатре, в историческом месте. Этот амфитеатр находится прямо под горой Везувии, которая снесла город Помпеи. То есть вот там прям сидишь и видишь этот Везувий, этот вулкан. Место историческое там вот. Вот Помпеи это как бы архитектурная такая территория, где вот был город, его нету. Ну, там как бы есть современный город, но вот это историческое место, и вот этот амфитеатр находится именно вот в этом месте. И вот сейчас там стали проводить какие-то концерты, выступления. Ну, если я не ошибаюсь, вам удалось поучаствовать в 2016 году на этом концерте? Да, то есть я являюсь поклонником Билл Флойда. То есть они сейчас вместе не выступают, но езжу и на концерты Уотерса, и на концерты Дэвида Дилмара. И вот мне посчастливилось побывать на обоих концертах. Вот, значит, там концерты были поздно вечером, потому что была неимоверная жара. То есть там где-то градусов 45-50, вот такая жара, и концерты где-то в районе там часов в 10 вечера. А сколько концертов Уотерса вообще удалось посетить, присутствовать на них? Вчера я ревизировал, где-то насчитал, где-то 46 концертов, связанных вот с Роджером Уотерсом, с Дэвидом Дилмаром. То есть мне удалось... Ну, это сколько в год? Или бывало, что там в год по несколько, потом, может быть, чуть меньше концертов? Ну, это зависит не от меня, а зависит, во-первых... То есть вы не пропускаете вообще концерты? Я стараюсь не пропускать. И я пропускаю, ну, в Соединенных Штатах Америки, потому что, ну, сложно и в Латинской Америке. Но, тем не менее, мне ваш друг за кадром рассказал, что вы практически не владеете иностранными языками, но, тем не менее, ездите по миру за группой. Первый опыт зарубежной поездки был у меня... Значит, у Дэвида Дилмара был тур «Он Айленд», то есть остров называется, ага. И я с другом с Якутска взял товарища, мы поехали вместе, взяли машину и поехали по Европе. То есть мы где-то концертов 7-8 посетили, взяли машину и вот прям вот... Тогда не было еще навигаторов, и мы вот прям на пальцах все это. Знания языка нулевые были. То есть берешь карманный переводчик, выписываешь себе там 20-30 фраз и вот посредством этого передвигаешься. Ну, как-то все получилось, и вот после этого я стал... А кого-то вот из современных, может быть, музыкантов, которые сейчас вот не так давно, может быть, начали свою карьеру, можно сравнить, там, либо отнести, что у них есть какие-то схожие черты там с группой Петлой? Или это все-таки просто, ну, я не знаю, это эталон, который никому не удастся повершить, повторить? На самом деле, если люди талантливые, все талантливое, оно все хорошее, все замечательное, просто для каждого вида, для каждой группы, для каждого музыканта есть свой слушатель. Вот, и кому-то подходит эта музыка, кому-то нет, кто-то слушает шансон, кто-то русские народные, вот, и у всех это все по-разному. А лично музыка Пент-Флойд, это вот лично мое состояние, то есть вот есть тип людей, которым это подходит. А не бывало такого, что вот встречались, может быть, там, друзья, там, коллеги, завистники, может быть, какие-нибудь, да, которые говорили, занимайтесь ерундой, ездите, там, нечем заняться, там, ездите, там, по гастролям, когда нужно, там, работать, там, или чем-то иным делом заниматься. Ну, ну... Или поддерживают все, на самом деле? Ну, на самом деле, я думаю, кое-кто завидует. У нас есть русскоязычный сайт PintFloid.ru, на котором порядка 6 тысяч человек зарегистрировано, которые обмениваются информацией, там, обсуждают что-то. Вот, и был тур Роджера Оторса Зевала в 11-13 году, очень обширный, очень большой, и там было, ну, тоже обсуждение, и... Большое спасибо, Игорь, время в эфире летит незаметно, к сожалению, дорогие телезрители, действительно, не успели даже обо всем поговорить с нашим гостем. Ну, в общем, приходите, смотрите концерт. Спасибо.